У нас продолжается чемпионат России в Нарофоминске, сегодня он завершается. Магомед Гусейнов, старший тренер школы Олимпийского резерва, руководитель школы Олимпийского резерва в Косовьюрте, специалист, которого многие хорошо знают, я прошу вас проанализировать. Вчерашний день три веса и два олимпийских, точнее 74, потрясающий вес. Я сказал олимпийский, 70 не олимпийский, но настолько ярко прошел, что тоже вызвал интерес. Вот анализ вчерашнего дня, пожалуйста. Честно сказать, вот этот старт чемпионата России, все думали, что может будет, может не будет. Видимо, все так и не настраивались. Все-таки, конечно, спасибо ГОСТу, Федерации борьбы, Министерстве спорта, что все-таки они могли разбудить наших этих борцов, которые столько отдыхали, столько не тренировались. Ну, я раньше всегда говорил, спецназовый, он всегда должен быть готов к любое задание, которое ему дают выбор. Поэтому и борцы тоже нашли выходы этой, связанные с этой болезнью, коронавирусом. Кто-то кровь смешали, кто-то тайно занимались, кто-то там по 8, по 12 ограниченное количество людей занимались. Но я не буду за других говорить, но дагестанская вольная борьба ни одну минуту без треночного процесса не стояли. Они проводили сборы, проводили треночный процесс согласно, который нам предложили Роспотребнадзор. Ну, я думаю, что тот результат, который дагестанские борьбы показали... Он говорит сам за себя, да. Про Розамбека Жамалова. Насколько ожидаема победа? Ну, я, честно сказать, Розамбенко не сомневался. И мне говорили, как думаешь о Розамбеке. Я говорю, Розамбек, кто бы против них не был, он у всех выиграет, он в хорошем форме. Потому что мой ученик, там 61 чемпион, который стал, они близкие друзья. Ни субботу, ни восхищения у них не было, они постоянно занимались, постоянно готовились к старту, который будет первым в России. Ну, результат вы видели, какую хорошую борьбу показали. Вообще-то, я вам скажу, что российские спортсмены, как бы эта болезнь на нас не подействовала, показали очень грамотную, хорошую, такую характерную борьбу показали. Мне очень приятно стало, что Россия, как была самая великая и самая сильная команда, и она и остается таким-то командой самой великой. Мне очень приятно. Каждая схватка была, она как чемпионат мира, как олимпийские игры, такая, все ждали каких-то моментов. Но неожиданность, конечно, здесь было много, но те ребята, которые были готовы, те ребята, которые любили эту борьбу, чем больше самого себя, они показали хорошую борьбу и выиграли они. Кто вчера еще понравился в 74 килограмма? Ну, 74 килограмма, конечно, Седаков, он, хотя он стал третьим, хорошую борьбу показали. Мне всегда нравился Цаболу. Цаболу, видимо, у него еще тут не хватало. Но тут вот эти люди, Цаболу, Седаков, Джамал Розенбек, потом еще кое-какие новые, они говорят, что в будущем, вот они из этих пятерых, наверное, будут участвовать в олимпийских игре. А Мага Курбаналиев, как вам вчера? Ну, Мага Курбаналиев, конечно, хорошо отбросся, его говорят, когда проигрывают, что судьи там не так, судьи, наверное, не от того, что они хотели, где-то они ошиблись. Ну, в работе люди всегда ошибаются. Бросит Курбаналиева из-за шока сборной команды, и что он не противник, это глупо говорит. Он очень продуманный, очень шустрый, очень умный. Поэтому Курбаналиев тоже... Характер какой? Характер, конечно, у него не возьмешь. Он очень характерный человек. Но я думаю, что Курбаналиев один из предметов, хотя он в возрасте для этой сборной команды России. В интернете есть знаменитое интервью Магомеда Гусейнова перед реваншем чемпионата мира, где вы сказали, что обязательно Садулаев выиграет у Снайдера. Вот на чем вы основывались? Ну, я его, конечно... Помните, когда он проиграл Снайдеру? Ну, это было... Он не был готов. Я ему говорил до этого старта, значит, ты не готов, ты тут не идешь. Я ему каждый раз напоминал, каждый день. Хотя он мой ученик, ну, я болею за российскую, за дагестанскую борьбу. Ты кросс бежал, ты на тренок был, ты этот... Всегда ему говорил. А когда готовился, я все треночный процесс проходил рядом с ним, его постоянно... И я знал, что он готов. Он готов. Он готов был вообще как никогда. Я интервью дал, это просто говорил, я это до другой дня кто-то записал. И этот... Как я сказал, катник одному у него положил. Ну, Рашид, это есть, Рашид, значит, священный дар, который ему дал. Согласен. Но меня немножко беспокоит, что вот у него в России нет такой конкуренции, как, скажем, в 74 килограмма, вот, про которую мы говорили. Понятно, он безоговорочный лидер, и, наверное, все удивятся, если он сегодня не выиграет. А кто из появившихся иностранных борцов наиболее опасен, помимо Снайдера, о котором мы уже сказали? Вы же следите за конкурентами? Я, конечно, я знаю, этот иранский борец, который был дискомфицирован, он пришел, он этому Снайдеру 10-0 сделал. Но я, Рашид, это тоже сказал, Рашид, Снайдер это не первый твой, самый сильный. Самый сильный тебя ждет, который ты не боролся и тебя не знаешь. И ты не знаешь его, ты не должен посмотреть его схватки, его это, посмотрел, анализируй, где он больше работает. Как тебе против него рука, тренером надо сборной команды России и Дагестана посмотреть эти схватки этого иранца и анализировать, и готовить Рашиду против именно этого иранца. Обязательно, конечно, до старта Олимпийских игр он должен один-два раза с ними встретиться, чтобы он почувствовал. Ну, кроме этого иранца Снайдер, мир-то большая, будут и другие молодые, которые не знают. Ну, вот темнокожий перешел с 92 американец Кокс, здоровый как трактор тоже. Ну, я вам скажу, здоровый, да. Для Рашида он по технике, по силе и характере, он до Рашида еще не дошел. Я его знаю, потому что я смотрел его борьбу в Красноярске, посмотрел его борьбу на мир, на его... Я знаю, для Рашида он не столько опасен, сколько это иранец. Но в ковре все может быть. Понимаешь, этот ковер... Вы помните чемпионаты мира Европы? Рашида чуть не положили. Да, да, конечно. Это не значит, это может быть. Это значит, он вышел, да, да, я турка. Он ни фамилии, нигде неизвестно, ничего не знаю. Я его выиграл. Где выиграть? Если я в суде был бы, в суде был бы, конечно, там могло. Его спасло его имя. Авторитет. Да, его имя, его авторитет. Поэтому нам, вольникам, нельзя ни одну шаг назад делать. Если они один раз, нам надо 10 раз. Ну, болеть надо, конечно, за эту вольную борьбу. Его надо развивать. Почему мы сегодня отстали? Вольная борьба, она всегда была лет 10-15 на первой. Сейчас бои без правила. Это все остатки, которые в вольной борьбе дерутся. Понимаете? Все остатки, которые дерутся, которые ногу ковыряются там. Поэтому в федерации есть большие проблемы. Большие проблемы, чтобы дать такой большой статус для вольной борьбы, как бои без правила. Почему у нас нету таких встреч? Почему у нас не делают, чтобы поставили, нашли спонсора, там такие деньги большие? Ведь будет борьба, будет. Будет борьба. Согласен 100%. Ну, будет борьба, потому что борьба, она очень зрелищная. Не то, что бои без правила. Никакого кодекса этого вида спорта нет. Никакого кодекса. А вам они нравятся, бои без правила? Абсолютно. Я никогда не смотрю и не борю. Никогда не смотрю. Вот здесь вы единомышленники оказались. Мне она не нужна. Это не вид спорта. Это способ заработки деньги. Скоро начнут стрелять. Человеку руками убивать или винтовкой, или карабином. Это вид спорта. Хотя и Путин, и граждане этих стран восхваляют. У каждого человека свое мнение. Мое мнение, в хорошем, здравом обществе не должно быть такой вид спорта. Вот это редкий случай, редкий дагестанец, который думает вот так же, как я. Я думаю, что вы уникальны в этом плане. Потому что большинство, конечно, дагестанских специалистов следят за этим. У меня, у меня споры, у меня были споры с покойным, с отцом. Постоянно у нас на этой теме мы спорили. Ну, перед два месяца, перед его смертью, конечно, мы помирили, сказал. А вы где остались свои мнения, где остались мои мнения? Пусть люди рассуждают, кто из нас справ. Это весь спорта. Я даже не понимаю его. Мы какое наследство, какой пример показываем подрастающим поколениям детям. Они уже дети на улице дерутся. На улице дерутся дети, выйдя, это все. Понимаешь, им ни учеба не нужна, ни это не нужна. И что, подрался, 50 тысяч заработал. Это разве. Ну что ж, мы ждем огромного количества дизлайков в интернете. И осуждений, и комментариев. Ну вот мнение Магомеда Гусейнова и мое, я с ним согласен. Я знаю, я знаю. Меня будет осуждать, там многие, эти, те, и другие. А это хорошо, в принципе. Да, это мне по барабану, что будет. А больные говорят, я знаю, что это не вид спорта. Но никакой морали этого вида спорта нет.